всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я решила выпустить такое влоговое видео немножко поболтать с вами рассказать о своих планах ну а вы в свою очередь пишите свои вопросы в комментариях чтобы к следующему такому влогу у меня было о чем вам рассказать и чтобы вам это было тоже интересно итак начну с того что девочки мне нужна от вас небольшая помощь в данный момент у меня дочь пишет диплом она у меня заканчивает факультет журналистики и ей нужно исследование о детском телевидении и детском интернете поэтому я убедительно попрошу вас перейти по ссылкам которые я оставлю внизу в описании и заполнить небольшой опросик там буквально времени вашего займет ну минутки две не больше там будет две анкетки одна для взрослых то есть для родителей вторую должны заполнить детки если у вас детки маленькие вы также можете заполнить вторую анкету за своего ребенка заранее благодарю всех кто заполнит данные анкеты и давайте двигаться дальше чем занимаюсь сейчас примерно недели две назад ушла с головой в вязание носков смотрите остановиться не могу вот сколько я уже навязала такие вот такие носки у меня было два моточка пряжи alize superwash я думала из такого моточка выйдут одни носки но у меня получается по две пары как вы видите вот одна пара вот вторая это пара только что связанная вот эти носочки я уже поносила примерно недельки две то есть они уже прошли так скажем испытания и были постираны немножко на носочках появился пилинг но здесь все-таки в составе натуральная шерсть поэтому все возможно быть и я могу вам порекомендовать вот такой вот щеточку для пилинга для таких вот вещей то есть мы вот так вот ей убираем эти катушки брала ее в магазине пряжа настенька стоит копейки ну вот такая штучка специально убирать пилинг и вязала я эти носочки по описанию девушку зовут мария маша зяпа нет зяпа маша аккаунт я оставлю на нее ссылочку в одном из своих постов она предлагала бесплатное описание носочков вот они я их распечатала вот так выглядит это описание здесь можно делать какие-то свои почеркушки по своим размерам свои расчеты вот эти носочки супер ваш я вязала точно по описанию то есть только же петель сколько у нее здесь посчитано использовала я единственное что плотность немножко не совпадало но носки получились ну примерно где-то на 36 37 размер они очень хорошо растягиваются вот и потом после носки даже немножко как бы ну широковатыми что ли смотрится вот вот такие вот носочки тут очень красивая пяточка вот на этих носках смотрите видно она вот таким кругленьким закруглением в общем такая анатомическая посадка на ногу очень мне нравятся эти носочки поэтому я с удовольствием могу порекомендовать этот аккаунт подпишитесь и вяжите эти носочки вот эти носки у меня связаны муж попросил очень теплые носки сейчас у нас отключили отопление да это пришло лето мы мерзнем вот и вязала я их смотрите я соединила две ниточки верблюжью шерсть от троицкой пряжи и нако николен жаккар вот получились вот такие вот красивые носочки очень теплые лечебные уху него тут заболела нога он у меня спал в этих носочках в итоге проснулся со здоровой ногой и следующая моя новость понравится тем кто хотел давно побесерить помните вот этот вот мастер-класс вот с такой замечательной монетницей у меня там хранятся маркеры очень многие хотели ее связать и поступило такое множество вопросов о том где же взять бисер писер здесь я использовала чешский и его не было в наличии потом не попадался китайский бисер в общем подделка так скажем из того китайского бисера монетницы получались ну мягко говоря кривоватенькие мне не понравился результат а вот этого бисера чешского не было очень долго в наличии и сейчас в данный момент в мелодии бисера он появился так что срочно переходите туда кто хотел такую монетницу покупайте бисер вяжите очень красивая штучка радует глаз поднимает настроение надеюсь что я вас обрадовала этой новостью так дальше в данный момент я заканчиваю мастер-класс по вот этой вот футболке очень красивая пряжа катя малебу плюс кто наблюдает за моим инстаграмом вы уже видели фотографии и вот на днях выйдет мастер-класс по этой футболке так что следите за выходом моих видео не пропустите так в планах у меня проект из пряжи сам матвит от сиам это пряжа по составу 45 процентов шелка и 45 процентов хлопка 10 процентов полиэстер мягкая интересная летняя пряжа отвязаны уже образцы кстати выглядит на экране намного ярче она имеет такой более спокойный цвет он достаточно яркий но спокойный вот и уже подобраны спицы сделаны расчеты все осталось только начать буквально сегодня наверное или завтра я начну еще один проект в планах это у меня будет вот такое облачко пока не буду раскрывать интригу что именно это будет но вот вот такое вот такая будет красота легкая воздушная и на прохладный летний денечек вечером знаете пройтись по куда-нибудь в парк погулять вот такую вещицу надеть на себя будет и не жарко и не замерзнете вот вязать буду я из пряжи ангора 2 от фирмы мидара здесь у нас 50 процентов мохер 30 акрил и 20 молодая шерсть то есть такой достаточно натуральный состав вот вот такой скоро будет проект и еще хочу вам показать недавно на днях закончила свитер для мужа вот такой вот он у меня получился интересные здесь вот такие декоративные швы наружные на лицевой стороне по рукавчику так вот по всему рукаву идет вот этот шов по линии реглана дальше этот шовчик идет у нас по боковой линии и с нижней стороны рукава вот такой получился свитер закрывала петли я на горловине и на и на рукавах вообще все закрытия петель я делала метода майкорд на две петельки вот видите вот так вот рукава выглядят и вот вниз но я бы сказала подкручивается но слегка это в принципе выглядит достаточно нормально немножко подкручивается вниз рукава хорошо сидят на горловине очень хорошо это закрытие вот а если ну кому то не нравится да можно было бы здесь спустить буквально два ряда платочной вязки и и было бы и незаметно и не было бы этого подкручивания кстати пряжа сейчас скажу я уже показывала неоднократно своих мастер-классах эту пряжу это у нас yarnart джинс 55 процентов хлопок 45 полиакрил этот цвет 17 и опять же на экране он выглядит намного ярче чем в живую вот ну посмотрите на фотографиях возможно немножко цветопередача с фотографии будет по-другому смотреться но точно также это достаточно спокойный цвет а здесь вот на экране я вижу он уходит прям фиолетовых какой-то если кого-то заинтересовала та пряжа которую я вам показала сегодня я вам оставлю ссылочки на эти магазины переходите заказывайте смотрите возможно что-то понравится и вам но на этом у меня все я надеюсь что вам был интересен мой влог пишите вопросы для следующего влога будем общаться не забывайте ставить лайки встретимся в новых мастер-классах с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока